И так, всем привет, мои дорогие друзья, и стоило нам разобраться с Рахней, как тут же к нам посыпались сообщения высшей категории важности, из цитадели, кстати. Это посол? Подпись не его. Я думаю, это совет. Я переброшу сигнал в радиорубку. Угу. Ну давай. Так, а где у нас радиорубка? Чёрт, тот момент, когда я забыл. Ну, насколько я помню, мне нужно к себе в каюту прибежать. Чуть-чуть, с самой малости. Да, она у нас вроде вот здесь находится. Ну, сейчас поглянем, поглядим точнее, что тут вообще такое. Если это мне... Нет, стоп. Эй! Где сигнал? Чёрт, проблема. Ну ладно, сейчас найдём. Здесь, что ли? Да, терминал связи. Ну, мог бы догадаться, на самом деле. Капитан Шепард, мы получили информацию, которая может быть важна для вашей миссии. Я приму любую помощь. Мы получили срочное сообщение от наших агентов внедрения в траверсе. Вы имеете в виду шпионов? Спектры привлекают много внимания, капитан. Но они лишь одна из рук совета. Часто для отслеживания событий полезнее использовать группы особого реагирования. В настоящее время в пограничных регионах пространства Цитадели рассеяно несколько групп внедрения. Это занимается сбором данных о Сарине. Что им удалось выяснить? К сожалению, полученное нами сообщение сильно пострадало из-за шумов. Вероятно, наши агенты попали в ситуацию, в которой им сложно пользоваться межзвёздными средствами связи. Но сообщение пришло по каналу, зарезервированному для критических случаев. Что бы они ни пытались нам передать, это явно нечто важное. Учитывая ваш интерес к Сарину, мы решили, что вы захотите изучить вопрос. Узнайте, что стало с нашими агентами. Сигнал поступил с планеты Вермайер. Спасибо за помощь, советник. Совет предпочитает не вникать в дела спектров. Мы лишь хотим, чтобы у вас была вся информация. И о Вермайере тоже. Желаю удачи, капитан Шепард. Если мы что-то узнаем, то уведомим вас. Окей. И у нас появилось, как всегда, новое задание. Так. Нам новых очков, кстати, не дали. У нас уже 37-й уровень. Почти 38-й, кстати говоря. Самый масс остался. У нас герой и отступник у нас прям... Прям вообще на минималке просто. Вот. Поэтому такое. Ну, чтобы полностью прокачать как бы наше оружие... В принципе, я его уже прокачал. Ничего сильно такого не нужно. Поэтому... Ну, не знаю. Я думаю, что я прокачаю сейчас усиление щита. Бойню в следующий раз. А потом буду прокачивать, наверное... Наверное, физподготовку. Ну, как бы больше-то и, собственно, и ничего. Так. Ну, тренированные бойцы способны выдержать физические нагрузки, связанные с... Ну, понятно. Вот. И потом первую помощь буду прокачивать. А там уже... На что останется, в принципе... Эти... Эти... Вот эти вот умения уже не так сильно важны. Потому что я пользуюсь только штурмовыми винтовками. Вы сами это видели. Вот. Поэтому вот такие дела. Что мы будем делать в этой серии? Ну, естественно, разговаривать, как всегда, с экипажем. Почему бы нет? И давайте поговорим с Аленкой сначала. А то еще обидится она нас, не дай бог. Аленка же она такая. Что там копается? Что там копается? Верите, что каждая раса в галактике поглощена своими проблемами. И не хочет видеть, что нас ждет. Верите, что все будет хорошо? Я бы сказала, что такова человеческая природа. Да. Кое-что бывает общим у всех видов. После того, что случилось с Вернусом, об этом надо было бы помнить. По-моему, после Вернуса у вас до сих пор камень на сердце. До встречи с Вернусом я знал столько же, сколько любой гражданский. Инопланетяне загадочные превосходят нас и пытаются нами командовать. Тогда ведь прошло всего 26 лет после первого контакта. За это время мы не успели их понять. Вернус показал мне, насколько инопланетяне похожи на людей. Нет в них ничего особенного. Придурки и святые, как и мы. Черт, к тому времени, как я смог отыграться, мне это уже не было нужно. Вам явно было нелегко. Что же случилось? Он покалечил Райну, сломал ей руку. Она протянула руку за стаканом, а надо было использовать биотическую силу. Просто хотела попить воды без того, чтобы у нее носом пошла кровь. Я встал, как идиот. Не знал, что собираюсь сделать, но должен был сделать что-то. А Вернус вышел из себя. Стал избивать меня. Орал, что надо было бомбами загнать нас в каменный век. И нож достал. Армейский клинок прямо у меня перед лицом. Ну, я сорвался. Использовал свои способности и вломил ему по зубам. Почти с теперешней своей силой. В 17 лет это немало. Вы хотели помочь девушке, которая вам нравилась. Благородный поступок. Намерения у меня, может, и были благородные. Но я утратил над собой контроль. Я убил его, Шепард. Сломал ему шею. Может, его бы успели спасти, если бы сразу отвезли в лазарет. Но они не стали. Когда его отправили домой, поднялась Буча. Курс Баир закрыли. Через пару лет Канатикс свернул работы. Забавно. Не знаю, кому из нас в итоге пришлось хуже. Райна потом поправилась? Райна... Да. Да, с ней все было хорошо. Мы так и не... Ну, мы больше с ней не общались. Расскажите, что случилось. У Райны было нежное сердце. Она всех любила. Вирнус был для нее кошмаром. Мы все ее от него защищали. Все, кто... Все, кто был в нее влюблен. Но после того, что я с ним сделал, меня она тоже стала бояться. Ну да ладно. Это... Я вот к чему. Каждый инопланетянин личности. Если один из них сволочь, это не значит, что все тоже. Так что да, я этого Турианца ненавидел. Но для меня он был не Турианцем. Он был Вирнусом. Вот почему вы всегда так сдержаны. Дисциплины во мне не больше, чем в любом биотике, Шепард. Это все дело прошлое. Я его пережил. Вы мучаетесь из-за того, что поступили правильно. Не даете себе сорваться. А все потому, что после смерти Вирнуса, Райна вас отвергла. Это... Ну хорошо. Может, вы и правы. Может. Но я в порядке. Не беспокойтесь обо мне. Я полноценный человек. Я не буду обузой для вас. Для команды. Кайден, вы сильный человек. Говорить об этом не значит ныть или быть слабосильным мальчишкой. Это делает вас человеком. Хорошо. Но мне стыдно, что вам пришлось мне об этом сказать. Вы правы. Мне надо расслабиться немного. Я постараюсь. Надеюсь, мы будем вместе, когда все кончится, Шепард. Я... Жду не дождусь увольнительной. Угу. Что вы думаете о последней миссии? Убита Саранова... Кембиш была Бенезия? Его заместителем, советником... В любом случае, это его задержит. Похоже, нам придется сказать доктору Тессоне. Ничего себе новость для нее. Что думаете насчет Рахни? Без протокола? Если бы у нас был выбор, я бы оставил решение совету. Нас здесь не было во время рахнийских войн. И вряд ли нам нужно в это дело ввязываться. Пытаюсь понять настрой команды. Есть что сказать? Хватит мне тратить ваше время, капитан. С личными беседами еще успеется. Поговорим позже, Кайден. Ну и ладно, Аленка. Я тогда дальше пойду. Шкафчики капитана даже что-то нашел. Ох ты ж. Снайперская винтовка, штурмовая. Еще одна снайперка. Круто. Главное, все уже седьмого уровня. Приближаемся к хорошим пушечкам. Ладненько, поедем сейчас пониже. Посмотрим, авось, кто-нибудь там будет. Что-нибудь нам расскажет. Может быть. А может и нет. О, какая долгая загрузка. Кстати, на самом деле, что-то реально долгое. С чего бы это, так сказать. Интересуетесь новинками? Да. Давайте посмотрим, что у вас имеется. Как скажете, капитан. Ох ты ж. Штурмовая винтовка. Правда, хуже, чем у меня. Снайперская винтовка. В общем, на самом деле, вот эти вот HMVSR это самые крутые штуки, которые есть в игре. Насколько меня не изменяет память. Вот видите, они даже по параметрам лучше, чем та, что у нас сейчас стоит. Вот. Тяжелая броня человека, в принципе, у нас и так такая есть. В общем, вот этот вот набор, вот этот вот набор, он самый топовый из всего, что можно здесь купить. Насколько мне не изменяет память. Он реально топовый. То есть, вот смотрите, тот же лансер, штурмовая винтовка, да? Она девятого уровня. Но у нее урон 176. А HMVSR, вот этот вот, он седьмого уровня, но у него урон больше, чем у нас есть. То есть, причем даже вот у нас топовая винтовка наша, но этот по параметрам намного лучше. Как вы видите. Поэтому мы, естественно, это все дело покупаем. Ну, на что нам хватит. Я думаю, мы купим дробовик. У тебя и у тебя. Все. В принципе, нам все схватило, так у нас еще и даже деньги остались. Вот. Так, продать, 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 продать. В принципе, у нас сейчас там пойдут седьмое улучшение. Ну, и седьмое оружие. Так что... Вот. И, кстати, самое интересное, то, что они, по-моему, размещаются, да, после всех. И являются реально топовым. Ладно. Давайте мы быстренько продадим сейчас все ненужное. То, что нам, в принципе, пригодилось бы. Я думаю, пару тысяч денюшек. Так, 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 так. Кривопатроны, куча штук. Медицинские интерфейсы. Патроны, патроны, патроны. Вот. Ну и оставим все вот это вот. В принципе, я думаю, этого хватит. Перейдем сюда и установим этот винторез. Перейдем сюда. Установим этот дробовик. Перейдем сюда. Установим этот пистолет, соответственно. Перейдем сюда. Установим эту снайперскую винтовку. И у нас топовое оружие теперь при нас. Вот такие вот дела, дорогие мои друзья Вот такие вот дела Единственное, нужно еще будет Здесь вот потом Установить Что-то более хорошее Потому что у нас, к сожалению, теперь Я продал как бы сейчас все это Поэтому у нас сейчас нету никаких улучшений Но потом они появятся И потом мы их установим Капитан, я хочу сказать спасибо За что, Гарус? За все Что вы меня взяли с собой Приняли в свою команду Я многому научился Я много думал о том, что вы мне говорили О том, чтобы не жертвовать невинными людьми Искать лучший способ А не только самый быстрый И о докторе Саллионе я тоже думал Я убедил себя, что он заслужил смерть Но потом стал думать Почему хочу его смерть И осознал, что дело не в том, что он сделал с теми людьми Это не главное А главное в том, что он сбежал Ушел у меня из-под носа А я этого не люблю И дело стало для меня личным Слова ничего не значат Пока не превратишь их в поступки Что вы собираетесь по этому поводу делать? Ну, я собираюсь вернуться в СБЦ Думаю, там можно что-то исправить Еще я подам заявку на обучение в Спектр Все сделаю правильно Не буду подрывать репутацию Лишь бы попасть туда Если те, кого я клялся защищать Не могут мне доверять Значит, я не достоин защищать их Рада, что вы так думаете Не забудьте об этом Когда мы встретим Сарана Не волнуйтесь, капитан Не забуду Ну вот Теперь Гарус думает так, как мы хотели изначально Капитан Что вы думаете о последней миссии? Вы говорите о Рахне, да? Они были опасны, Шкипер И доказали это две тысячи лет назад Думаю, отпустить ее было ошибкой Но это было не мое решение Ваше Знаете, когда мы найдем эту ученую Азари Придется ей сказать, что мы убили ее мать В этом мало приятного Я так думаю, Шкипер У вас есть минута поговорить с глазу на глаз? Конечно, если у вас есть время Я думала, вы заняты тактическими брифингами и прочим Не нравится мне, что мы должны атаковать именно сегодня Плохое предзнаменование Вы имеете в виду годовщину войны первого контакта? Да, вернее ее окончание В моей семье ее всегда отмечают Я здесь единственная Уильямс А кроме вас это, наверное, никому больше не интересно Странный праздник Это было 26 лет назад Для нас это не совсем праздник Скорее, обязанность Только не говорите, что не знаете про мою семью Мое начальство всегда это выясняло В моем личном деле этого нет? В вашем деле вообще ничего нет Только технические оценки и куча малопривлекательных мест службы У этой кучи есть своя причина Я внучка генерала Уильямса, командующего гарнизоном Шанси во время войны Единственный человек, когда-либо сдавшийся инопланетянам Ясно Вот почему вы так надрываетесь Уильямсы должны быть лучше лучшего, чтобы избавиться от подозрений Так сказал мне папа накануне своей отставки Не всякий кретин полезет в профессию, где всю его семью держит в черном списке А я полезла Я не позволю, чтобы наше имя стало символом предательства Мой дед этого не заслужил И что было с вашим дедом после войны? Как только Шанси была освобождена, его сняли с командования Отвезли на землю в наручниках, но суда не было Его тихо понизили в звании и засадили за кабинетный стол Год спустя он вышел в отставку и всю оставшуюся жизнь работал на строительстве в колониях Иногда до нас доходят слухи, что его хотят официально реабилитировать Но до сих пор ничего не сделано Насколько я помню, ваш дед держался очень долго Первая волна турианцев снесла орбитальные сооружения и заняла основные города Они засели на орбите и били по всему, что движется Дедушка приказал войскам рассыпаться Но когда они заходили в города пополнить припасы Турианцы взрывали целый квартал, чтобы уничтожить одно отделение Гибли гражданские Войска голодали А связаться с командованием альянса он не мог Поэтому он сдал гарнизон Он отказался жертвовать своими людьми ради спасения чести человечества А вы хотите броситься на меч, чтобы спасти его честь? А какая теперь разница? Его уже нет, и отца тоже И кого это впечатлит? Альянс никогда меня не оценит Теперь вы знаете Ну что, капитан, вышвырните меня с корабля? Уильямс, вы важный член моего экипажа Если мне нужны чьи-то мозги, я обращаюсь к Оленко А если сердце, то пойду к вам Кстати, вы знали, что я играю в бильярд? Ну ладно Мне надо кое-что сделать до посадки И вам наверняка тоже Вы свободны, сержант Мэм? Ну что ж, теперь к Рексу С вами скучно не бывает, Шепард Рад за тебя, что тебе нравится У вас бывали раньше задания вроде нашего? Чтобы спасать галактику от верного уничтожения? Нет Но я свою долю приключений отхватил Помните что-нибудь особенное? Есть немного Как-то раз меня нанял дипломат Волус Та еще скотина Похоже, даже политикам бывают временами нужны наемники Временами? Да если бы не политики Я бы остался без работы Они всегда ищут способа забраться повыше И тот был такой же Хотел, чтобы я подчистил его прошлое Убрал старого дружка, который слишком много знал А старый дружок Оказался десантницей Азари Понимаю, почему вам стало не по себе Что? Нет Мы с Алиной были старыми друзьями Вроде как Познакомились, когда нас обоих наняли убить одного и того же Турианца Оба хотели успеть первыми Больше дрались друг с другом, чем выслеживали Турианца Десантница Азари наемница? Необычно, да? Да я бы не сказал, что это необычно Наемники всякие бывают Ну да ладно Рассказал я Алине о своем контракте Мы оба долго смеялись И что вы сделали? Ну, контракт я не хотел терять Но и Алину уважал Так что разрешил ей выбрать место, где мы будем драться Она выбрала одну старую Сларианскую станцию Которая была базой наемников и контрабандистов Там бы мы не задели никого невиновного Она всегда была мягкосердечная И что произошло на станции? Скорее чего, не произошло Два дня я за ней гонялся по всей станции Все патроны расстрелял Пришлось грохнуть пару наемников и забрать их оружие На третий день станция уже по швам трещала Наемники, кто погиб, кто сбежал Системы жизнеобеспечения сдавали Но я ее догнал Она заперлась в медлаборатории Пыталась раны залезать Крепкая девчонка Только я думаю, что взял ее Тут реактор пошел в разнос Еле успел до корабля добраться Я так понимаю, Азаря не спаслась Я следил за станцией издали Чтобы она улетела, не видел Ну а там рвануло Ничего крупнее турианского яйца не осталось Я и полетел к дипломату Сообщить ему новости и получить свои деньги А на полпути туда Алина мне шлет сообщение Удачи в следующий раз Я, конечно, не суеверный Но если кто после такого выживет Тот достоин пожить Еще хотя бы сколько-то А что дипломат? Он же хотел ее смерти Рассказал я ему всю правду Что Алина жива И очень недовольна И если, говорю, хочешь жить Держи меня при себе для защиты И он вам поверил? Держал меня личным телохранителем Пока не умер От естественных причин Проще работы у меня не было Скучновато Но кредиты есть кредиты Веселый Рекс До встречи, Рекс Шепард Шепард, Шепард Ладно, побежим к последнему нашему Нашему члену экипажа Поговорим с ней Посмотрим, что она думает По поводу этой миссии Похоже, что мы приближаемся к концу, Шепард Я имею ввиду Сарана Осталось немного Так или иначе, все скоро будет кончено Вы найдете канал раньше, чем он Я знаю, вы должны А когда все кончится Когда я завершу паломничество И вернусь к своим Я буду гордиться тем, что принимала в этом участие Без вас бы мы не справились, Тали Вы очень добры Многие относятся к варианцам, как к существам второго сорта Хотят, чтобы мы сели на свои корабли и исчезли А вы обходитесь со мной, как с любым членом экипажа Как с равной Это много значит для меня И кое-что говорит о вас Что бы ни случилось, я хотела сказать вам спасибо Когда вы вернетесь к своим Мне будет вас не хватать, Тали Это будет еще не скоро Я буду рядом, если понадоблюсь вам Окей Мне нужно идти Увидимся Обязательно Ну что ж Я думаю, что мы со всеми поболтали на корабле Теперь мы можем куда-нибудь поехать Как вариант Почему бы нам не сбегать в одно очень хорошее местечко Которое я таки русифицировал, по идее Хотя, если честно, нам бы идеально на цитадель смотаться У нас там очень много Различных Ну, не контрактов Но вы поняли, о чем я У нас там куча квестов Так, найдите канал Отправляйтесь в скопление Тауэртэмиды Ляротэсони в МАР Так Отряд саларианцев Ладно И куча заданий у нас вот здесь Просто кучайшая Куча ценные полезные ископаемые Мы, кстати, как вы видите Нашли большую часть из них Не все, но Тем не менее Саларианский жетон даже один нашли Так Цитадель, странный сигнал Вот, кстати Этот квест я не очень люблю Потому что я его не помню Так Ну да Конрад, Ворнер И мы нашли почти всех хранителей Надо бы Просканировать последнего где-то Найти его Так Траверс Протанные диски с данными Тоже почти все нашли Ферресгеты в туннелях Проинформируйте Файдане Сообщите Файдане Что вы уничтожили Передачу кетов Эм Как-то я так умудрился Промахнуться В общем В принципе Мы все задания Как бы выполнили Вроде бы Сколько я понимаю А, нет Феррес мяса варонов Вот у нас нет еще Найдите и убедите Вожака варонов В туннелях Под надеждой Джу Отправлять систему Амазонки В скоплении Вояджера Проведите расследование Так Система Амазонки В скоплении Вояджера Угу То есть Где-то надо найти В скоплении Вояджера И найти систему Амазонки Хорошо Для Ферреса Нужны еще элементы Питания Выполнить В Траверсе Уничтожьте вы И отправляйте Солнечную систему В местном скоплении Уничтожьте Вои на луне Так Продолжайте поиски Остальных записей Матриарха Ну это То что у нас Да Пропавший человек Отправляйте систему Отваги В скоплении Туманности Конская голова И отащите Брата Горота И его корабль Ага Так Отправляйте систему Антея В скоплении Гамаиды Выясните Что случилось С разведгруппой Опустившая колония Так Гамаиды Опять Ну короче Да Много у нас заданий На самом деле Накопилось Нам нужно будет Опять Полетать Немножечко Открыть Пожалуйста Так Давайте Полетим Все таки На вот это задание Где он тут Пропавший человек Так Конская голова Ха-ха-ха Система отвага И посмотрим Появилось ли у нас Что-нибудь новенькое На Наверию Мы В принципе Больше не прилетим Нам здесь делать нечего И да Вот у нас Появилось Несколько систем Это Хокинг Был У нас Тета Стикса Была Точнее не была А появилась Вот у нас Вермайер Появился Туманность Армстронга Нет Скопление Вояджера Гамма Аида Скопление Исхода И где у нас Такие Это Атики Туманность Армстронга Омега Дозера Предел Кеплера Где у нас Голова Что-то я ее Не вижу Хоть убить И почему-то Кстати Все системы В основном Вот с этой стороны А Так нет Стоп Конгская Голова Как раз Здесь Отвага Вот тут Ага Тот момент Когда ты Чуть-чуть Лоханулся Так знаете Самую малость Ну ладно Полетели Что-нибудь Что-нибудь Мы с вами Там найдем Наверное Поступило сообщение Соединяю Капитан Я рад Что вы оказались Неподалеку У нас возникла Экстренная Ситуация Я могу Доверить Эту работу Только вам Чем я могу Вам помочь Адмирал Какие-то Биотики Накачали Психотропными Наркотиками Персонал Научного Медцентра Они фанатики Наркотики Вызвали Временное Помешательство И теперь Биотики Используют Ученых Как живые Щиты Значит Если я буду Стрелять Во все Что движется Исследователи Умрут Именно Обычный Отряд Без проблем Справится С биотиками Но в этом Случае Погибнет Множество Невинных Людей Поэтому Я и связался С вами Я надеюсь Вы сведете Жертвы Среди Гражданского Населения К минимуму Я сделаю Все что В моих силах Чтобы спасти Этих Исследователей Адмирал Я знаю Капитан Высылаю Вам координаты Станции Пятая Флотилия Отбой Так Как у нас там Называлась Эта Планета Так Давайте еще раз Просмотрим Проглядим Так Осажденная База Гаммаиды Нет Так Тоже Гаммаиды Пропавший Человек На Конской Голове С тем Отваги Отщите Брат Огорода И его Корабль А то есть Нам Просто Надо Отыскать Корабль Где я могу Его Отыскать Собственно Говоря Неопознанный Объект Великолепный Великолепный Это Модульный Транспортный Корабль Класса Колун Спроектированный Землянами Корабль Покинут Все Отсеки Разгерметизированы Из термоядерного Реактора Обнаружена Утечка Вовреждения Суда По их характеру Нанесены Ускорителем Массы Другого Корабля Владелец Частное Лицо Капитан Уйлен Слабый След Радиоактивных Частиц Возможно Являющийся Результатом Работы До Светового Ядерного Двигателя Ведет К ближайшей Планете Завин Опасность Низвестной Температуры Первого Уровня И мы Здесь Кстати говоря Были А ну-ка На-ка Значит мы там Чё-то не нашли Ведь именно здесь Мы нашли Кроганскую броню Какая интересная Планетка Так И вот теперь У нас есть Аномалия Заброшенный Лагерь Ещё одна Аномалия Ещё одна Аномалия Круто Пиратская База Даже есть Пиратскую Базу Мы по-моему Уже Прочёсывали Либо Либо Я чё-то Не знаю И на Планеты Можно спускаться Несколько раз В разные точки Если это так То тогда У меня есть Небольшие проблемы Так Обследовать Найден артефакт Эмплемент Фрагмент Грузового корабля Старой модели На нём Стоит эмплема Базы Чати Так Или чати Не знаю Пока едем Не знаю Всё нормально Возможно Что-то будет хорошее Возможно Что-то будет плохое Деньги Кстати Нам уже не нужно В принципе У нас всё круто По деньгам Прямо Шикарно Я бы сказал Я смотрю Там Всё очень активно Даже работает Более того Нехило Нас атакует Очень Нехило Нас атакует Со снайперской Винтовкой Кстати говоря Стоп Как ты меня ещё Атакуешь Я же тебя вроде Уничтожил Ну Видимо Нет Пушечки Как-то Кривовато Немножко По мне Стреляют Ну да Окей Ладно Можно Поближе Подъехать Теперь И уже Расстрелять Напрямую Этих Гадов О Перезарядилась Пушечка Раз И Памс Отлично И Так Что же у нас Здесь есть Такое Ну я думаю Мы сначала Исследуем Всё-таки Эту местность Сохранимся Правда Перед этим А потом Уже побежим На оставшиеся Неизведанные места Главное Что постоянная Какая-нибудь Война Здесь происходит Это очень Классно Мне это Прям нравится Ух Как хорошо Ну Наёмники Вы такие Наёмники Наёмники Вам будет Больно Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Хотя Пока А мне больно На самом деле Потому что Тут наёмники Проганы Очень нравится Факт того Что у меня Оружие Фактически Фактически Не перекрывается А если Не перекрывается Очень-очень Разрывает Что не может Меня Не радовать Чуть-чуть Зацепили Что-то Как-то Снайпер Без Снайперской Винтовки Не так Угрожающе Выглядит Слабовато Ребята Слабовато Я уже Фактически Не получаю Никакого Урона Осталось Кстати Броню Такую Найти Вот Как у Меня Сейчас Оружие И Будет Всё Просто Шикарно Так Где Эта Гадина Ясно Понятно Вылезать Не намерен Да Тогда Мы К тебе Придём Сейчас Тогда Мы Сейчас К тебе Домой Придём Отлично Я бы Сказал Сам Виноват Электро Узел Ну Ё-моё Вы Нашли Тело Капитана Уиллома С корабля Великолепный В руке Он крепко Сжимает Небольшой Модуль Данных Взять Модуль Данных Естественно Но Не успели Мы К сожалению Так Ручное Отключение О Седьмые Круто Так Там Ещё Чё-то Было Понятно В электроузлы Можно Пострелять В принципе Они Дают Кстати Мы по-моему Не наносим Урона Нашим Друзьям Вот Троповик И прочее Ё-моё Зачем я кидаю Гранаты Я всё время Забываю Что здесь нельзя Перезаряжаться Это не имеет Никакого смысла Но Факт Остаётся Фактум Что-то Иногда Взрывается Кстати Гранаты Очень долго Взрываются Мне это Мне это Никогда Не нравилось В этой игре Но Что поделаешь В любом случае Здесь Довольно Много Народу Было Недолго Они продержались Честно говоря Бак для мусора Тут момент Когда в баке для мусора Ты ничего не находишь Странно Я обычно В других играх Находил в баке для мусора Что-то очень полезное Но нет Масс эффект Не блещет Такими Хорошими находками По крайней мере В мусорных баках Вот такие вот дела Так Ну не знаю даже Здесь вроде Всё зачистили Пойдём изучать Планету дальше Нашли мы брата К сожалению Придётся сообщить Ему Печальную весть Что его брата Больше нет Но Тут как бы Либо-либо Ладно Поехали дальше Давайте Заезжаем на гору Люблю я ездить По горам Я думаю Вы это сами знаете Прыгать на маке Довольно весело Тем более Вот там вот у нас Ждёт Полезное какое-то Ископаемое Сложно сказать Что за ископаемое Но И тем не менее Тем не менее А я вспомнил Мы на этой планете Не были Просто я Находился Ну короче Здесь две активных планеты Но одна активируется Только по квесту Пошли дальше Вот И мы нашли Месторождение Палладия Вот такие вот дела Палладия кстати Довольно дорогая штука Насколько мне не изменяет память Так что Пусть всё хорошо Всё хорошо Но я лично доволен тем Что мы находим Много Месторождений Это даёт нам Кучу денег В принципе Ну разовое конечно Тем не менее Знаете Пять-шесть тысяч Не лишними Будут В таких местах Так Что же у нас здесь Это маяк был Ловушкой Где-то Ничего страшного Сейчас будем С ними Потихонечку Разбираться Ау Упс В принципе Маг у нас Довольно мощный Так что Насколько я помню Он как раз Увеличивает Свою мощность От того Какой Персонал Скажем так С нами ездит Поэтому Из-за того Что с нами Кое-кто есть Мы получаем Меньше урона Меньше всего Зато больше опыта В данном случае Вот так вот Маяк был Ловушкой гетов Ну Нам собственно Не сильно Большая разница Так Зато вот здесь Вот есть у нас Неплохие Ископаемые По идее Что будет В любом случае Приятным Для изучения Главное Их забрать нормально Так Сверх Снизу Снизу Сторожение Кобальта Отлично Крупное Месторождение Замечательно Лишним Не будет В любом случае Едем К следующей Цели Попутно Наслаждаясь Видами Всего И вся И всем Это какая-то там Забрашенная База Интересно Что это за база Не думаю Что это опять Ловушка гетов Это было бы Совсем странно Но Тем не менее Тем не менее Вот Здесь можно Включить Генератор Так Находка Во всей видимости В лагере Никого нет Генератор По-прежнему Работает Но признаков Жизни Не обнаружено В компьютере Лагеря Упоминаются Некоторые места Представляющие Интерес Окей У нас появились Видимо Квесты Какие-то Новые Которые Дали нам Возможность Что-то найти Ладно 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 Поспешим На следующую точку Поспешим На следующую точку А вот Найдем Что-нибудь Интересненькое Ну Мне бы хотелось Верить Что мы найдем Что-то Интересненькое Потому что Если нет Ну Как-то Такое Вот У нас здесь Еще одним Ископаемый И какая-то Точка Аномалии Скорее всего Это Что-то тоже Полезное Или Геты Опять Шалят Чуть-чуть Нет На этот раз Это не геты Так Похоже Покойный Пытался отметить Месторождение Полезных Ископаемых Перед тем Как он умер Или был убит Ага Только вот Как бы Месторождение Чуть подальше Друг мой Так И мы нашли Небольшое Месторождение Иридия Замечательно 16 штук 16 штук Уже Ё-моё За каждое Месторождение Получаем 16 штук Круто Ну на самом деле Да Да Это реально круто Самой малости В принципе На этой планете Вроде как Больше Делать Особо Наверное Даже Нечего Так что Хрен его знает Я даже не знаю Давайте просто Прокатимся В эту сторону Ради интереса Вдруг там Что-то есть Но по-моему Больше трех Месторождений За раз На планете Нету Если я не ошибаюсь Конечно Хотя вам Виднее Но Тем не менее Планетка Кстати Красивая Как всегда Заснеженная Классная Новый уровень Мы не получили Кстати Что у нас По квестам Так Траверс Каперты Эти гард А так Найдите в башне Цитадели Человек Поймите Гарда Сообщите Ему Что его брат Уильям Был убит Каперами Хорошо Опустевшая Колония Гама Аиды Выяснить Что случилось Разведгруппой Ага Окей Ну Сейчас Тогда в Гама Аиды Наверное Полетим Хотя Это уже Будет Скорее Всего В следующей Собственно Этой Серии Как Да Красиво Мне нравится Так И что же У нас Здесь Есть Чего Нет Ничего Кроме Так сказать Пустыши Здесь Ни черташеньки Нету Причем Вообще Че Прям Вот Совсем Кроме Моей метки Мы здесь Ничего Не нашли Ну Ладно Тогда Сматываемся Отсюда На Нормандию Я думаю Что это Будет Правильный Поступок Поступок Так Ну Что ж Всем спасибо За внимание На сегодня Серия Закончена С вами был Как всегда Дезертир Удачи И пока Пока Дорогие Мои Друзья Продолжение следует